Когда в июне месяце меня попросили поделиться опытом с военными летчиками, я не знал, чем могу им помочь, чему могу их научить. И поэтому я рассказывал им в основном о том, что было в моей жизни очень много. Поскольку я работал в Арктике, в Антарктиде, я рассказывал им о природе страха. О том, когда этот страх начинает быть опасен, о том, что необходимо сделать для того, чтобы вслед за волнением приходило вдохновение. Но вот когда я попал в Донецк, и когда рядом что-то большое и злое ударило, ударило так, что мы все попадали, мне стало страшно. А потом я увидел маленьких детей, и мне стало стыдно. И страх куда-то растворился. Я понял, что только совесть избавляет от страха. Я понял, что эти маленькие дети вынули этот страх из моей головы и переместили его в мое сердце. Я также понял, что я ничего не знал до этого о природе страха. А потом подобное произошло в Горловке. Я увидел, как очень красивая и очень молодая мама бежала к своему маленькому сыну и кричала его имя. В ответ я услышал, слава богу, живой детский плач. Но я так и не смог ответить на вопрос, почему эти красивые уста, предназначенные для поцелуев, кричат о боли. Почему здесь летают ракеты? Ведь бог в детей ракетами не швыряется, в них швыряется дьявол. И вот эта красивая женщина постепенно делает из таких, как я, не воинов, а родителей. Так вот она делает из нас настоящих воинов. Решение принимается мгновенно. И я свое решение принял именно там. Мы занимаемся вывозом детей с территории войны. Дети от 8 лет до 16 лет. Это раненые люди. Раненые дети, родившиеся на войне. И вот когда мы пересекали границу с Россией, одна девочка подошла ко мне и спросила, скажите, пожалуйста, а здесь не будут в нас стрелять? Потом, когда мы ехали в автобусе, и дети видели трубу, из которой просто шел дым. И ребята закричали. Прилетело, прилетело, пожар. А на прощальной дискотеке в Алуште диджей как-то очень громко и мгновенно включил музыку, и трое пацанов упали на пол, прикрывая друг друга. Но вот на один вопрос, который мне задала тоже девочка, я ответить не смог. Она меня спросила, скажите, а что бывает тогда, когда заканчивается война? Мир, ответил я. А что такое мир? Я было хотел ей начинать уже что-то говорить, что это театр, что это кино, что это покой. Я понял, что все мои слова мертвые. Что все фальшиво. Что я не знаю сам ответа, что такое мир, когда вижу войну. Наша организация будет продолжать свою работу до тех пор, пока будем собирать средства на это. Мы свое решение приняли. Это я больше рассказываю не для того, чтобы собрать деньги, а для того, чтобы люди принимали решение. Бежать им из России или защищать этих ангелов. Я не мыслю себя уже в ней, этой работой, потому что я попал в свой любимый мир Авеля, и я не хочу возвращаться в этот мир Каина. Он уже не мой. Я хочу включить его в ней. Продолжение следует...